Как будет развиваться село в ближайшие 15 лет? Кабинет министра в Чувашии принял программу комплексного развития сельских территорий. Сохранить долю сельского населения в Чувашии на уровне 35% такова основная задача программы комплексного развития сельских территорий. Удерживать селян от переезда призваны разные меры поддержки. В госпрограмме предусматриваются новые направления по улучшению жизни в условиях граждан, проживающих на сельских территориях. Это льготная сельская ипотека от 0 до 1 до 3% годового развития и гостификации водоснабжения сельской местности. Помимо этого предполагается кредитование предпринимателей, которые работают на селе на льготных условиях. На реализацию программы выделят 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Больше полутора миллиардов придет из федеральной казны. Эти цифры еще будут меняться в сторону увеличения с уточнением бюджета региона. Отрасль сельского хозяйства по России по этому году показывает рост в 4%, а ни одна другая отрасль так не работает, отметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Что касается нашего региона, большинство итоговых показателей на 2019 год с плюсом. Если в целом комплексно оценить показатели макроэкономики, они практически у нас ожидаются все с ростом. Индекс промышленного производства по итогам 2019 года ожидается на уровне 105%. К уровню 2018 года, в том числе по обрабатывающим производствам, 108%. Также Михаил Игнатьев проинформировал ситуацию с выплатой зарплаты сотрудникам Чуваша Автотранса. Он отметил, всю задолженность планируется погасить до нового года. Деньги уже начали поступать на счета работников. Это заседание кабинета министров последнее в уходящем году, так что итоги подвели многие ведомства. Министр природных ресурсов Иван Исаев рассказал, что Чуваш участвует в шести основных направлениях нацпроекта «Экология». Только на охрану лесов предусмотрено 28 миллионов рублей. Уже сейчас система видеомониторинга охватывает 15% лесных территорий.